Самый большой вклад в развитие ребенка вносят родители и педагоги. Только действуя совместно, они могут справиться даже с самыми серьезными трудностями. Пример тому – специальные группы для детей с расстройствами аутистического спектра. В детском саду номер 62 города Гродно таких три. В каждой четыре ребенка возрастом от 4 до 7 лет. Среди них и Илья Романовский. Посещение учреждения образования помогает ему не только лучше понять окружающий мир, но и получить множество положительных эмоций. Есть такое понятие – его среда, дух этого учреждения. И когда мы шли в детский сад, он шел, бежал и радовался. И я сказала сама себе – это, наверное, его среда. Сейчас мы каждое утро бежим. И ему сад приносит радость. Это машина. Мне. Вот так. Еще. Это лото. Мне. Хорошо. Еще. В специальных группах для детей с расстройствами аутистического спектра особое внимание уделяют развитию познавательной деятельности, формированию социального поведения и навыков коммуникации. Есть и подгрупповые занятия по элементарным математическим представлениям и развитию речи. Важнее всего – подобрать правильный способ донесения информации. Лошадка будет есть яблочки. На. Яблочки. Да. А коротка будет есть груши. Груши. Да. Смотри внимательно, сколько я тебе покажу. Это сколько? Это сколько? Один. 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 Возьми одну грушу. Определенно важна сенсорная интеграция у таких детей, так как у них много поведенческих реакций, которые не соответствуют обычному ребенку. И сенсорная интеграция важна для них, чтобы снять вот эти вот моменты и успокоить их психологически. Это может проводиться, например, вот с помощью кресла-мешка, балансира, либо каких-то балансировочных платформ, может быть, ковриков со специальными поверхностями. Кроме работы с учителем-дефектологом и воспитателем, дети с расстройствами аутистического спектра участвуют в музыкальной и физкультурной деятельности. Общие занятия с другими воспитанниками детского сада помогают ребятам социализироваться. Однако это довольно длительный процесс. У таких детей динамика очень медленная, и для того, чтобы проследить реальный результат, нужно более года, это точно. То есть, если ребенок в сентябре начал коррекционный путь, то к лету можно заметить какие-то хорошие изменения и положительную динамику по сферам разным именно и познавательной деятельности, и в моторной, что немаловажно. Работа должна быть родителя и педагога в тандеме. Если этого не будет, ну, будет сложно ребенку дальше развиваться. И никогда не надо опускать рук, потому что руки, когда опущенные, тогда, ну, не хочется идти работать даже, а надо стремиться, достигать чего-то и понимать, и надеяться на какое-то волшебство. Оно будет, только надо работать. Шлеп. Да, шлеп. Там. Да, шлеп. Да, шлеп. Шлеп. Хорошо, шлеп. Планомерная и последовательная работа педагогов и родителей положительно влияет на развитие детей с расстройствами аутистического спектра. Главное – не отчаиваться и смело идти вперед. Главное – не отчаиваться и смело идти вперед.